Здравствуйте, Рита Асхатовна. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и приехали сегодня к нам в гости. У нас сегодня замечательный повод для встречи. К вашим многочисленным наградам прибавилась еще одна награда. Вам присвоили звание почетного работника в сфере образования Российской Федерации, с чем я вас, конечно, поздравляю. Мне бы хотелось узнать, что для вас эта награда? Большая ответственность. Я думаю, меня оценили за мой труд. Проработав 42 года, я поняла, что я истинный учитель. Рита Асхатовна, ваш педагогический стаж, как вы уже сказали, 42 года. Это очень большой срок. И все-таки, каков был ваш профессиональный путь? С чего он начинался? Как вы стали, как вы решили стать педагогом? Вы знаете, когда я училась в средней школе, в Новодюгутинской средней школе, к нам прибыла молодая девушка со знанием иностранного языка, с немецким языком. После того, как она начала преподавать у нас этот предмет, у нас, у многих детей появилась любовь к изучению иностранного языка. И я себе сказала, после 8 класса буду изучать иностранный язык и буду поступать после 10 класса в институт в городе Пятигорске на факультет иностранного языка. Моя мечта сбылась. О чем вы думали по дороге на свое первое занятие? Вы знаете, когда я вернулась в ту же школу по направлению с Министерства образования Карачаева-Черкесской автономной области в то время, я испугалась. Молодой специалист, 21 год, девчонка. Как я буду старшеклассником преподавать иностранный язык, быть учителем? Чуть-чуть я так испугалась, но взяла себя в руки, решила, что я, наверное, учитель. Я должна вести себя как взрослый человек. Ну вот первый урок мне прошел, конечно, неплохо. Я думаю, что ученики, молодежь принимают всегда молодого специалиста на ура. Ну вот так мой первый день прошел на Вадигутинской средней школе. Не успела прийти, мне дали класс там. Вот и так завертелась моя педагогическая деятельность молодым специалистам в данной школе. Педагог, на мой взгляд, это всегда призвание, и это очень нелегкий труд. Не каждый человек может быть педагогом. Что вы считаете основой своей профессии? Вы знаете, я тоже поддерживаю вас, что не все могут стать педагогами, учителями данной профессии. Если ты не будешь любить ребенка, если ты не будешь понимать психологию человека, если ты не сможешь в большом коллективе, не стоит вообще браться за педагогическую деятельность. Педагог, мы всегда говорим, свыше. Ну, до сих пор мы, вот в моем понимании, педагог должен быть педагогом. Если у тебя не получается, ты должен бросить эту работу, идти уже на другую профессию. Без любви к детям, без любви к своему предмету невозможно стать хорошим учителем. Рита Асхатовна, в нынешнее время, вот в век технологий, конечно, как приобщить детей к учебе, как заинтересовать их вообще учиться? Вы знаете, очень много форм и методов, чтобы привлечь ребенка. Ну, вот с 2002-2004, со второго класса изучают. Это малыши. Нам приходилось, как старшее уже поколение, со стажем там, учителя, каким образом привить ребенка, научить буквам, научить иностранным языком. Так как дети на одном языке, дома свой родной язык, плюс третий предмет – это иностранный или немецкий, или английский язык. Приходилось выбирать разные методы формы работы. Покупать игрушки, приобретать разные лоту, цветную бумагу, зверюшек. Тогда еще не было технологии, как сейчас, да, не было интернета. Но мы сами со своего, как говорится, со своих уст начинали говорить детям, что вот это слово так переводится, это слово так говорится. Давайте послушаем. На магнитофоне тогда у нас магнитофоны были, пластинки были. Но потом все это ушло куда, не знаю, конечно. А сейчас как быть? Вот как их заинтересовать? А сейчас по школам век, как мы говорим, технологий, инновационных технологий. Каждому кабинету выделяется компьютер, проектор. Ну, мы учителя сами приобретаем к урокам или скачиваем, или приобретаем диски к урокам, скачиваем песни. В советских времен еще остался у нас каталог всех принадлежностей, которые мы можем использовать. Но, исходя из того, что совсем другой веб, все равно технологии, дети хотят работать, посмотреть в телефон, заглянуть, как читается это слово, посмотреть, как это произносится. И поэтому у нас тоже есть возможность дать детям прослушать. Учебник упражнения 1, есть и диск упражнения 1. В таком порядке у нас идет фонзарядка. Речевую зарядку тоже проводим, если диалогическая речь есть. В учебнике тоже включаем диалогическую речь. Дети повторяют, потом наизусть выходят к доске, имитируют диалог. В такой форме они произносят речь иноязычную, на английском языке или на немецком языке. Какой для вас идеальный ученик и какой для вас идеальный учитель? Вы знаете, в такой век идеальный учитель и идеальный ученик, ну, каждый, наверное, по-своему видит ученика тоже. Для меня ребенок должен быть всегда ответственным, порядочным, активным, интересоваться, много читать, познавать сферы образования, быть интеллектом. А педагог, естественно, по моему мнению, должен поддерживать ребенка, ученика, интересоваться его мнением, понять его, оказать посильную помощь, если он может в том или ином, но не отказывать. Я сейчас не могу, потом. Вот я считаю, что идеальный педагог должен проявить всю смелость, чтобы помочь этому ребенку, который хочет выбрать ту или иную профессию или просто хочет пообщаться с данным учителем. Учитель всегда должен стоять на высоте, как говорили в советские времена, на котором не стоял никто. Для меня тоже я считаю, что учителя должны быть компетентными, добросовестными, ответственными, понимать мнение другого. Плюс я считаю, что еще педагог должен быть еще хорошим психологом, заглянуть в душу ребенка, не обидеть его, понять его суть, сущность и оказать ту или иную помощь. Рита Схатовна, каково у вас самое теплое воспоминание о своих учениках? На 99% мне ученики благодарны, и я им благодарна, что я провела такой долгий и длинный путь в педагогической деятельности, что каждое общение с ребенком остается в памяти у меня и у детей. И мы по сей день общаемся и выговариваем те или высказывания, когда мы находились в обществе, в поездках или на каких-нибудь экскурсиях. Всегда вспоминается все хорошее и теплое, благо, что мало детей злых. На моем пути встречались очень добродушные, отзывчивые, порядочные дети. Ну, были и взлеты, и падения, всегда говорят, педагогическая деятельность. Пока хорошо не освоишь этот путь, да, эту профессию, да. Поэтому я люблю свою профессию. Рита Схатовна, что бы вы могли с высоты своего опыта пожелать тем людям, которые только-только приходят в вашу профессию, становятся педагогами? Да уж, но сейчас, конечно, педагогики обучают не так, как в те времена. Методика преподавания слабо в вузах, и приходится нам, учителям, быть наставниками молодых учителей, обучать. Поэтому объясняю, что молодой специалист должен подходить ответственно, заранее продумать тему, заранее подготовить речь, как встретить ребенка, как с ним разговаривать. Вот это он должен знать. И мое мнение, вот старшее поколение, наставники должны подсказывать своим молодым специалистам. Но у нас в этой школе практикуется, поэтому наше старшее поколение работает с молодыми специалистами. Но большинство молодым специалистам нравится, что их обучает, что они готовы принимать, что они понимают уже, что как работать, воспринимают, что нужно работать действительно с детьми, если ты пришел в школу. Вот, ну, в таком порядке, вот я в своей школе просто представляю свою школу, и вот из этого я вам просто говорю. Ну что ж, я благодарю вас за участие в нашей программе. И еще раз поздравляю вас с вашей заслуженной наградой. И, конечно, я желаю вам дальнейших успехов в работе. Спасибо вам. И вам спасибо.